Я в этом ролике немножко расскажу про лимбическую систему. У меня есть тренинги на лимбическую систему, взаимосвязь лимбической системы и неокортекса, влияние лимбической системы на вегетатику. Но сейчас я хочу сказать, что нам необходимо знать, как функционирует лимбическая система, что она контролирует и как она воздействует на нервную вегетативную систему. И вот она, лимбическая система, обеспечивает вот эту слаженную работу всех наших органов, желез, выброса тех или иных гормонов. И вот или раскачивает нашу вегетатику, приводя к негативным симптомам, или создает хорошее, качественное восприятие реальности. Но самое главное, вы должны понять, что она не подвластна сознанию. Вот нельзя усилием воли заставить её хорошо работать, её функционировать так, как вам хочется. Она на то и есть вегетативная система, растительная сама по себе, но на неё можно воздействовать через неокортекс, где наши нарративы. Ну, про нарративы в другом месте. Лимбическая система – это совокупность регулирования всех структур мозга. Даже вот этих высших психических функций, каких? Любовь, доверие, эмпатия. Начиная вот от простого обоняния, она заведует этим, заканчивая бодрствованием и культурными эмоциями, как бы я сказал, эмоциями, которые нас приводят к взаимосвязи друг с другом, эмпатии. Значит, память и сон – это тоже в её компетенции. Вот ей 50 миллионов лет. Давайте-ка я вам просто перечислю её функции, чтобы вы просто знали, и потом мы будем их тренировать. Это первое – формирование эмоций, чувств, переживаний, эмпатии. И это всё через призму человеческого нарратива о наших взаимосвязях. Наши взаимосвязи – это взаимосвязи цивилизованные, как кто-то говорит, а, например, взаимосвязи в племени Ганнибалов, она же формирует совсем другие взаимодействия в этом племени. Это механизм, как говорится, на что обучено. Это должны вы тоже чётко понимать. Самое главное – она субъективно оценивает предметы и явления окружающей среды. Слово «субъективно». Только что я говорил, что в племени Ганнибалов субъективно смотрят на другого человека и думают, «Хороший кусок мяса». А мы смотрим на другого человека и думаем, «Ага, помочь ему, он нам чем-то поможет, взаимосвязь». В этой же лимбической системе есть гиппокам. Вот он похож на морского конька. Он отвечает за восстановление нейронов. Говорят, нейроны не восстанавливаются. И за нашу память. Также лимбическая система помогает нам пространственно ориентироваться. Вот создавать модели подходящего поведения, паттерны поведения, которых мы научились. Да, уж и оборонительное поведение или поиск пищи. Но что важно, кроме того, что я перечислил, это даже у зверушек. Это обучение. Зверушки смотрят на более взрослых зверушек, обучаются. А мы даже переобучиваемся. То есть какое-то новое поведение в себе вызывают. Но также страх, агрессия. И вот здесь самое отвратительное – это приобретение и поддержка различных фобий в этих фантомах. И от них трудно избавиться. Ну, я говорил уже про обонятельную систему. Подготавливает нас к осторожности. Это очень важно. Регуляция полового, социального поведения. И самое интересное – все-таки это эмоциональный интеллект. Отвечает за способности распознавать эмоции окружающих людей, зверушек. И создание собственных. Я смотрю на собачку, сделал я ей так, она уже понимает мои эмоции. Или сделала я по-другому. Собачка понимает мои эмоции своей лимбической системой, своими зеркальными нейронами. Вот это очень важно. И запомните. В этой психической сфере неокортекс и лимбическая система очень сильно связаны множеством проводящих путей ретикулярной формации других элементов в неокортексе. Даже сильнее и мощнее, чем с рептильным мозгом, с инстинктивным мозгом. И вот благодаря объединению вот этих двух структур и есть вот эта целая психическая сфера человека. Рептильный мозг – это инстинкт, как говорится, прошита. А вот эта лимбическая система, которая обучаемая, а неокортекс, который сам создает решение, принимает решение, они и составляют, и объединяют умственную составляющую человека и его эмоциональную сущность. Вот здесь-то и складывается из этих двух мозгов, из этих двух систем лимбической и неокортекса человек. Тот или иной человек. Вот здесь-то и заложен и темперамент в лимбической системе. В неокортексе характер вырабатывается. И всё это взаимосвязано. И мы тогда набираем вот эту идентичность. Я бы замахнулся и сказал, что вот эти две системы – неокортекс и лимбическая система – и формируют нашу душу. Мы не разждаемся с душой, мы её формируем. А что? Что выросло, то выросло. Задумайтесь, а что у вас выросло? Ещё помните, я говорил, что всё-таки лимбическая система отвечает за переобучение, за изменение паттернов поведения, за изменение динамических стереотипов. Поэтому не всё так фатально. Можно что-то подправить в консерватории, как говорил Жванецкий. Так что, друзья мои, на связи. Я помогу где-то подкрутить, где-то подправить. И вы изменитесь. И вы измените качество собственной жизни. А это очень важно. На связи.